МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ждать ли центру Петрозаводска транспортного коллапса? Наша парковка вмещает 429 машиномест. До открытия нового гипермаркета МАКСИ осталось меньше месяца. Владимир Сабинский обратился к суду. Я полностью не согласен с тем обвинением, которое государственное обвинение предъявило в суде. Уже два года продолжается суд по делу бывшего вице-премьера и министра сельского хозяйства Владимира Сабинского. Мы следим за судебным процессом. Капаэров в Петрозаводске. Почитатели экзотического боевого искусства собрались на набережной Онежского озера. Новости на телеканале НЕКОПЛЮС. Студия Марина Кабатюк. Здравствуйте. Меньше месяца осталось до открытия крупнейшего торгово-развлекательного комплекса в центре города, который расположен на проспекте Ленина. И на этапе его закладки, и на этапах его строительства у горожан возникло много недовольных вопросов о необходимости возведения подобного супермаркета. Депутаты законодательного собрания встретились с представителями комплекса «Макси», чтобы выяснить, какие проблемы удалось разрешить, а какие остались так и нерешенными. В плюсах и минусах разбиралась Илона Румянцева. Общественный центр «Макси» на проспекте Ленина вызывал поначалу немало нареканий, особенно от жителей близлежащих домов. Раздражение накапливалось еще и потому, что было мало информации, а много слухов. Сегодня уже с точностью можно ответить на многие вопросы, что и было сделано на встрече с народными избранниками. Например, депутатов интересовало, не будет ли в центре города грязно из-за мусора, который такой крупный центр производит немало. Мы уже закупили компактор. Это прибор, который измельчает свой мусор. Мы планируем мусорные ящики не оставить. Это мини-завод, как и вирус? Фактически, да. Из явных плюсов комплекса «Макси» можно отметить следующее. Поступление налогов в местные бюджеты, полторы тысячи новых рабочих мест, а также возможность перехода близлежащих домов на природный газ, который гораздо дешевле. Мы готовы, более того, сейчас уже начали процедуру, потому что все достроено и принято, сейчас начали процедуры о том, о согласовании с «Корилтрансгазом», как эту трубу дальше использовать. И, в принципе, можно сказать, что не только какие-то единичные обращения одного дома или второго газа. Хватит, чтобы центр города, ближайшие дома, микрорайон, его подключить к газу. Жители также опасаются, что к «Макси» бесконечным потоком пойдут фуры, что усугубит и без того сложную обстановку на проспекте Ленина. Руководители комплекса заверили, что большегрузным машинам сюда заезжать не придется. Достраивался распределительный центр у супермаркета. Арендаторы также планируют распределительные центры и завоз товара без малого транспорта, то есть грозового транспорта, минимизирующего грозовой поток. Все магазины, которые находятся в торгово-развлекательном центре, они не предполагают частую поставку товара в больших подъемах. Тем не менее, предполагается, что поток машин с открытием «Макси» увеличится, чтобы центр не превратился в одну большую пробку, поначалу было предложено построить подземный пешеходный переход. Сегодня стало окончательно ясно, что это невозможно. Ширина проспекта Ленина не позволит здесь реализовать подземный пешеходный переход по тем нормам, которые должны быть. Если в городе не будет налажена в этом месте зеленая волна, то ГИБДД будет вынуждена отключить светофоры, поставить их на желтый мигающий свет и запретить пешеходный переход. То есть, если транспортный коллапс все же случится, мы можем потерять сразу три зебры, начиная от гостиницы «Северная» и заканчивая практически мэрией. Тогда становится непонятно, как, допустим, будут дети из домов по нечетной стороне Ленина добираться до 17-й гимназии. Неужели в обход за три квартала? Но поживем-увидим. Еще один вопрос, который волновал жителей, разрешен. Наша съемочная группа удостоверилась. Подземная парковка в комплексе «Макси» есть. Для удобства посетителей в нашем торгово-развлекательном центре оборудована подземная парковка двухуровневая. Заезд на нее будет исчисляться с улицы Красной и сообщение между уровнем парковки уличным пандусом. Наша парковка вмещает 429 машиномест. Учитывая размеры нашего города, мы считаем, что это количество является достаточным и необходимым для данного торгового центра. Если этого будет недостаточно, руководители «Макси» готовы проработать варианты создания дополнительных парковочных мест в шаговой доступности от комплекса. Еще одна хорошая новость. Руководство общественного центра намерено решить вопрос о возможности размещения на ночь на двухуровневой парковке автомобилей жильцов близлежащих домов. Илона Румянцева, Евгений Докимов, телеканал «Ника плюс». Суд снова рассмотрит ходатайство о помещении психиатрический диспансер-блогера Максима Ефимова. Напомню, общественника обвиняют в разжигании национальной ненависти и вражды. Поводом для уголовного дела послужила статья под заголовком «Карелия устала от попов», в которой, по мнению следствия, автор разжигает национальную вражду и ненависть. Ефимов пишет об антицерковных настроениях в республике. Утверждает, что храмы строятся на бюджетные деньги, а помещения детских садов передаются РПЦ. Так цитирует интернет-статью РИА Новости. В ходе следствия Петрозаводский городской суд вынес постановление о направлении Ефимова в стационар. Однако Верховный суд Карелии это решение отменил. Теперь Петрозаводский городской суд повторно и в новом составе будет рассматривать вопрос о помещении блогера в психиатрическую больницу. Уже два года продолжается суд по делу бывшего вице-премьера правительства республики, бывшего министра сельского хозяйства Владимира Сабинского. Сабинского, изменившую на его посту министра Ванду Патенко, обвиняют сразу по нескольким статьям «Превышение и злоупотребление должностными полномочиями и ограничение конкуренции в пользу коммерческих фирм». По версии следствия, Владимир Сабинский предоставлял некоторым форлеведческим хозяйствам льготы и преимущества в виде субсидий. Адвокаты подсудимого уверены, их подзащитный действовал в рамках закона и просит его оправдать. К суду обратился и сам подсудимый. В 2004 году, когда я был назначен на должность министра сельского хозяйства, которое это назначение было и для меня очень удивительным, я рассматривал его как вызов для меня, как для управленца смогу. И почему я согласился? Потому что я рассмотрел это как вызов для меня, как для управленца. Смогу я что-то сделать? Смогу ли я принести пользу? И смогу ли я добиться того, чтобы переломить ситуацию в сельском хозяйстве? Как поступать министру, если начальник рыбного управления и говорит, схема правильная, она законная, давайте ее осуществлять. Выступает наука, когда говорит, ой, да это же будет прелесть, это будет правильно. Выступает юридическое управление, которое создано в министерстве для того, чтобы как раз отслеживать, чтобы ни одного законодательного акта не было нарушено. И говорит, все правильно. Как должен министр поступать? Фактом предоставления соответствующих субсидий не был нарушен принцип равного доступа хозяйствующих субъектов к получению субсидий, поскольку получили субсидии все, кто обратился за их получением. Не было причинено ущерба другим рабоводным хозяйствам. Что значит другие могли бы получить? Какие другие? Следствие установило хотя бы одно хозяйство, которое просило дать субсидию, и не получило ее. Субсидии выдавались правильно в соответствии с положениями федерального закона о бюджете Республики Корея. Мне все. То есть, соответственно, прошу вас оправдать по первым двум статьям за отсутствие состава преступления 285 от отсутствия события. Мне все. Спасибо. Ваша честь. Я полностью не согласен с тем обвинением, которое государственное обвинение предъявило в судья. Спасибо. И завтра Владимир Сабинский придет к нам в студию и ответит на все вопросы. Беседу с ним смотрите завтра, во вторник в 19 часов в программе «Вопросы и ответы». На теплые батареи потратят более миллиарда рублей. Карелия готовится к отопительному сезону. Чтобы не повторить ошибок прошлого, республиканские чиновники возьмут под особый контроль Суаярский и Оланецкий районы, а также на Двоицы, Сегежу и Беломорск. Наконец-то в правительстве согласились. Минувшая зима обнажила все проблемные точки в отоплении республики и дала коммунальщикам мобильную пищу для размышлений. По словам председателя Госкомитета по ЖКХ Олега Тельнова, самые большие неприятности с отоплением были замечены в Суаярве, на Двоицах, Сегежском, Беломорском и Оланецком районах. Эти проблемные муниципалитеты возьмет под наблюдение специальная межведомственная комиссия по подготовке к отопительному сезону. Основная проблема подготовки к зиме, она, собственно говоря, одна. Это нехватка средств у предприятий, там, где у нас крупные предприятия, обладающие оборотные средства. У нас таких проблем не возникает. У нас возникают вопросы там, где работают предприятия, которые не могут по своему финансовому, экономическому состоянию обеспечить привлечение необходимых объемов денег. Решать проблему планируют несколькими способами. Во-первых, не жалеть субсидий и активнее работать с хорошо зарекомендовавшими себя местными компаниями. А поскольку таковых в республике всего две, искать новых партнеров в других регионах. Восемь крупных пожаров произошли в минувшие выходные в республике. К счастью, обошлось без жертв. Пожарным удалось спасти двух людей из огня. Наши телезрители прислали нам видео одного из происшествий. В субботу вечером на улице Ровио горели деревянные сараи. Сарай загорелись в субботу вечером. Когда прибыли первые пожарные расчеты, площадь возгорания превысила 200 квадратных метров. Пожару была присвоена повышенная категория сложности. Сараи сгорели практически полностью. Как было установлено, причиной пожара стал поджог. По данному факту проводится проверка. Вы смотрите новости на телеканале НЕКО+. Они умеют драться без синяков и без взаимных обид. Они знают, как совместить поединок и танец. Бразильские преподаватели Капаэры провели мастеры-классы для петрозаводских почитателей экзотического боевого искусства. В субботний вечер на набережной звучала народная бразильская музыка. А под музыку сражались люди. Но к ним не спешила полиция. Как бразильцы петрозаводчан Капаэри учили в материале Александра Гнетнева. К бесконтактным поединкам в субботний вечер петрозаводчане не привыкли к кулачные бои куда ближе. Однако в этот раз на берегу Онега царила атмосфера экзотического боевого искусства. Бразилец Рафаэль в России впервые. Его родина – бразильский город Сальвадор. Самое сердце Капаэры. Почти полжизни, 10 лет он посвятил бразильскому синтезу танца и борьбы. Я впервые в России счастлив быть здесь. Мне нравится энергия людей, которые тут занимаются, их вовлеченность в Капаэру. Здесь уже много хороших Капаэристов. Есть кое-что общее в России и Бразилии – это желание тренироваться. Это очень важно для развития в Капаэри. Рафаэль проводит мастер-класс. Петрозаводская группа Капаэры существует чуть больше трех лет. Преподаватель из Бразилии для российских учеников – безусловный авторитет. Он может научить главному не столько акробатике, сколько умению думать под ритм. Это как шахматы. Мы предвидим ситуацию, развиваем события, как-то реагируем на партнера. Мы стараемся играть, взаимодействовать. И если один человек делает посечку, второй старается от нее уйти, игра продолжается таким образом. Я буду идти к другому, беру мою руку, и я на первую паску. Окей? В Бразилии Капаэра более контактная. Там больше борьбы, меньше танца. А в России, в Европе, немного меньше контакта. Больше танцевальных движений. Здесь никто не стремится ударить противника или отправить его в нокаут. И судьи здесь нет. Главное, ни за что не останавливаться и не сбиваться с ритма. Игра и музыкальный темп здесь успешно вытеснили, собственно, поединок. Никаких слез поражения. Понимают позитивных бразильских бойцов не все. Мол, нет в этом драмы настоящего поединка. Но оказывается, есть боевые искусства вовсе без победителей и без побежденных. Александр Гнетнев, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. И это все новости к этому часу. Я желаю вам хорошей погоды и отличного настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин